А ведь стены этого зала помнят! Кстати, кто-нибудь помнит стены этого зала? Может, стены Юрмальского зала в далеком 98-м запомнили и немного, но рязанская команда Чернокнижник тот день помнит очень хорошо. Роль Раймонда Паулса исполнил Дмитрий Беляев. На тот момент в КВН рязанец играл всего три года. Начал свою карьеру на третьем курсе педагогического вуза в команде Головы. Первое выступление на сцене, вспоминает, было провальным. Но руки команда решила не опускать. Наоборот, ребята усилились и продолжили покорять юмористический Олимп. Мы попали в струю андеграундную, альтернативную тому КВНу, который был в те годы. Который проповедовал яркие такие образы с отыгрышем, с переигрышем. Вот эта музыка, все это движение, жизнь. Мы ввалили такую тормознутость в КВН в Рязанский. Такая медленность, заторможенность искусственная. Да даже не искусственная, мы сами таки были по жизни. Доходило до смешного. Например, редакторы Северо-Западной Лиги обычно просят команды присылать сценарий. Прислали и Рязанские Головы. Редакторы ознакомились с концептом команды и пришли к выводу, что юмора тут нет. Когда же парни вышли на сцену и уже показали свои номера, то редакторы буквально сползли под стол от смеха. Рязанцам они тогда сказали, сценарии на следующие игры можете не присылать. Кстати, горожане стали чемпионами Лиги. А в 98-м еще и взяли Кивина в черном на Юрмале, полностью расположив к себе жюри. При всем при этом денег КВН никогда не приносил, вспоминает Дмитрий Беляев. Наоборот, даже взносы порой приходилось платить из собственного кармана. Но все равно играли. И играли с удовольствием. Это просто молодость. Молодость играла в одном месте молодость. И она вот, у некоторых это проявлялось в виде бизнеса. Умные люди в эти годы начинали свои бизнесы. А мы, так сказать, мы начинаем КВН. Дмитрий в КВН играл 10 лет. Неоднократно выигрывали Рязанскую лигу. Были победы на Северо-Западной. Но Кивин в черном считает одним из самых больших достижений. Играли в телевизионных лигах. Знакомились и с известными на всю Россию командами. Кстати, с этим связана одна забавная история. Номер команды «Уездный город», который сейчас известен как «Сережа молодец», придумали «Рязанские головы». Тогда они выступали со своим матросским танцем. Так называлась сценка. И однажды в Рязанский вуз позвонил Сергей Писаренко. Команда «УЕ» захотела номер купить. Цену выставили по меркам 90-х приличную – 100 долларов. Голову завысили ее в 5 раз. За 500 покупать номер никто не стал. И расстались ни на чем. А спустя какое-то время по телевизору раздалось привычное «Сережа молодец» из уст другой команды. Говорят, судиться тогда не стали. Сейчас Дмитрий Беляев КВН не смотрит. По объективной причине. Они брали не юмором. Там какие-то реальные люди на ходулях ходили. То есть вот они брали какими-то спецэффектами. Клуб веселых и находчивых, да. То есть они проявили как бы находчивость. Но веселость какую-то я особо не увидел. Может быть сейчас вот в связи с этими появлениями всевозможных всяких прочих гаджетов и видеоконкурсов и так далее и тому подобное. То есть как раз может быть вот из-за этого акцент пошел на как удивить какой-то фишкой, а не как удивить какой-то шуткой. Меняет ли КВН людей Дмитрий так и не ответил. Наверное дает реализовать свой юношеский задор. Отчасти. Одни потом уходят в бизнес, другие в творческие профессии. При этом важно все же не потерять те самые качества, которые и приводят в игру. Находчивость и веселость. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.